Загорелся двухэтажный корпус, который выходит на Минское шоссе, так сказать, фронтальный для рынка. А остальная территория сейчас находится под контролем пожарных. Этот двухэтажный корпус отцеплен со всех сторон. Его усиленно проливают потоками воды. Налажена поставка воды бесперебойно. Машины пожарные сменяют одна другую. И практически тушение огня не прекращается. Но, конечно, ликвидировать такой пожар быстро, скорее всего, не получится. Сообщение о возгорании по адресу улица Внуковская, дом 11, поступило в пожарную службу в среду вечером в 10 часов 39 минут. На ликвидацию открытого горения на строительном рынке АКОС выехало 96 человек и 31 единица техники, в том числе 46 человек и 14 единиц техники от МЧС. Пожару был присвоен второй ранг опасности. Второй ранг пожара считается повышенным и присваивается, когда обстановка становится критической. Эта категория предполагает работу трех пожарных расчетов или шести бригад на автоцистернах. Хранение строительных материалов, в том числе и наличие материалов, что воспламеняют жидкость и пластиковые продукты, резины технические, что, собственно, и уголок в посылке к большому распространению пожара по всей площади. Открытое горение потушили к четырем часам утра. Площадь пожара составила 1800 квадратных метров. Но работы по устранению очагов возгорания продолжились в течение всего дня. За моей спиной пожарные разбирают конструкции. Задымление достаточно сильное. Территория оцеплена, никого не пускают. При этом хочется отметить, что соседние постройки расположены очень близко и пострадал лишь один корпус. Остальные строения отстояли. Предприниматели от комментариев отказываются. Они, естественно, очень расстроены. И, по их словам, потери очень большие. По словам очевидцев, сработала система противопожарной безопасности. Охрана сразу вызвала спецслужбы. Но за полчаса пламя уже охватило весь корпус. Быстро вспыхнуло. Быстро, очень. За час все сгорело. За час все сгорело, да. Имущество этого предпринимателя сгорело полностью. Всю ночь вместе с другими владельцами он спасал товары товарищей по несчастью из соседних павильонов. Ночью друга вскрыл, я вынослил вот товар, видите. А, вот это его товар, да. Потому что я спасал, да, с людьми отбрал. За 40 минут павильон вынесли. Выставились в цепочку и... Выставились в цепочку и передавали, вытаскивали. Потому что думали, что загорится, да? Да. Ну, так сказали пожарники, потому что пламя было большое. Вода вроде закончилась. Ну, не знаю. Ну, ветра не было же, поэтому... Ветра не было, но все равно пламя-то большое было. Погодные условия и оперативная работа спецслужб предотвратила распространение пламени на соседние павильоны. Часть рынка продолжила работу в обычном режиме. Вчера были здесь буквально в это же время. Четыре или пять часов здесь провели. Все было шикарно и красиво. Все торговали, все были в работе. На данный момент, утром сегодня узнали по новостям, что тут такое произошло происшествие. И вот приехали. Вам нужно что-то докупить еще, да? Ну, я там, да, договаривалась с продавцом. И спросила у нее, говорю, вообще можно сюда попасть? Она говорит, да, я на работе. Все нормально. Слава богу, ее не пострадало место. Тушение продолжится до полной ликвидации пожара. Причины возгорания, а также размеры материального ущерба пока неизвестны. Контроль установления обстоятельств чрезвычайного происшествия взяла на себя прокуратура.